Какой формы Земля, по мнению официальной науки? Никто не работает с моделью гелиоцентрической системой координат. Военные, ракетчики, мореплаватели, баллистики, летчики и все остальные. Все расчеты ведутся на карте плоской Земли, опираясь в того, что она не движется и является центром во Вселенной. Я не могу привести примеры из секретных учебников. Зато в гражданских учебниках полно таких указаний. Перед вами официальный учебник от НАСА. Перевод названия «Результаты летных испытаний по оценке устойчивости и управляемости самолета СР-71 с экспериментами на внешней установке». На одиннадцатой странице написано «Плоская невращающаяся Земля». Далее у нас идет учебник, который называется «Инженерно-экспериментальная станция Технологического института Джорджи». На десятой странице написано «Часто используемая модель – это модель плоской Земли». Вот еще один пример на английском языке от компании НАСА. Данный документ называется «Определение углов атаки и скольжения по данным радиолокации и платформы, стабилизированной по крену». И вот что здесь написано «Однако метод ограничен. Можно предположить, что это плоская невращающаяся Земля». Снова учебник от компании НАСА, который называется «Математическая модель CH-53 вертолета». Открываем семнадцатую страницу и читаем. Уравнение движения. Плоская невращающаяся Земля. Думаете это все? Размечтались? Очередной учебник от НАСА, который называется «Техническое примечание». Полное название вы видите у себя на экране. Открываем седьмую страницу и что же мы видим? Здесь пишется «Плоская невращающаяся Земля». Полную версию читайте сами. Теперь перед вами учебник на русском языке, который называется «Баллистическое проектирование ракет». На шестой странице, глава первая, «Параметры». Считается, что Земля плоская, не вращается. Далее у нас учебник по аронавигации. Часть первая. Основы навигации применения геотехнических средств. Кстати, приставка «Гео», «Геоцентризм», означает «Плоскость». В самом начале сказано, соответствует отечественным и международным требованиям к подготовке пилотов коммерческой авиации. На 270-й странице. Тот факт, что Земля при числении принимается за плоскость, не вносит существенной погрешности в рассчитанные координаты. И напоследок у нас учебник от НАСА, который называется «Вывод и определение линейной модели самолета». В самом начале написано, резюме в этом отчете описывается создание и определение линейной модели самолета для жесткого самолета с постоянной массой, летящего над плоской, не вращающейся землей. Вся данная информация находится в открытом доступе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова